На мероприятии «Библия ночи» вход свободный для всех посетителей, но на лекции только по предварительной записи. Количество мест ограничено. Впрочем, стоять никто не запрещал. А на встречах с литературоведом Максимом Жуком так обычно и происходит. От желающих нет отбоя. Мне захотелось прийти именно на эту лекцию. Франц Кавка. Меня интересует его творчество. Я подумала, почему бы и нет, тем более в рамках такого проекта. Уже ходил, слушал лекции Максима Ивановича Жука и захотел еще. Вообще в этом году Максим Иванович не читает большие курсы. Вот это та редкая лекция, которая случилась. Мы с радостью послушаем ее и Марии Бурую тоже. Выступление про долгое путешествие Франца Кавки в Россию. Мотив долгой дороги стал главной тематикой «Библия ночи». Говорили про наследие великих авторов и даже про путь читателя к литературе. Возможно ли полюбить книги, если изначально к ним нет никаких чувств? Главное, человек, просто объяснить, что такое литература. Очень важно, чтобы был проводник, который бы показал человеку, что это такое. Потому что просто сюжетом литература никогда не исчерпывается. И нужно показывать то, что находится за сюжетом, за героями, что составляет основу литературы. Если человеку повезло и в жизни у него был такой проводник, то это замечательно. «Библия ночи», как ни странно, началась в 11 утра. Одновременно работали четыре площадки. Большой ГУМ, Кафема, Магазин Влад Книга и Библиотека Бук. Вообще в библиотеке стало приходить гораздо больше молодежи. Наши библиотеки отмечают, что приходят люди, которые до этого в библиотеке не были никогда. Сейчас становятся нашими читателями, приходят постоянно. И кроме того, что мы просто выдаем книги, для этого у нас есть самые разные мероприятия. Например, сегодня вечером мы расскажем о творческом вдохновении. Психолог расскажет о том, что же такое со стороны именно психологии. А в 16.00 в библиотеке участники так называемого «круглого стола» рассуждали о литературных процессах. Кто пишет книги во Владивостоке, для кого и что же будет дальше. Вопросы для издателей важные, но слушателей оказалось не так уж и много. В прошлом году, наверное, ситуация была немножко лучше в том плане, что это была пятница. И мы делали вечернюю программу на нескольких площадках. То есть мы не аккумулировали всего одной площадки на весь день, а несколько площадок и с вечера. И людям было, наверное, все-таки удобнее. И тем более пятница – это день, когда люди еще не уезжают. А в этот раз у нас суббота, хорошая погода, субботник, родительский день. И вот мы заметили, что людей гораздо меньше. Дату библионочи назначают главные организаторы в Москве. Другим городам приходится подстраиваться. Тем не менее, насыщенность программы от этого не страдает. Как и было задумано, мероприятия закончились лишь в 12 ночи. Валерия Белоус, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.